Приветствую вас. Вопрос следующий. Что на работе, что дома, я постоянно чувствую, как нарушаются мои границы. Я чётко понимаю по своим чувствам, что мне это не нравится. Что меня унижают, пренебрегают моими интересами. Например, начальник позиционирует моего подчинённого, даёт ему полномочия больше, чем мне. Руководителю отдела и всячески обесценивает мою должность и работу. Я об этом говорил, но ситуации не меняются, однако я завищу от этой работы и, соответственно, от этого человека. Похожа ситуация с родителями. Моя сестра захотела жить отдельно с новым парнем в квартире и решила, что я должна съехать к родителям. Но у меня есть принцип, я против того, чтобы жить с родителями в 36 лет. Я не отказываюсь помогать родителям, но я считаю, что взрослый человек должен жить в своей жизни. Но квартира родителей, и они решили, что я должна к ним переехать, и мне пришлось пойти на это, так как снимать квартиру у меня нет возможности. Как защищать свои личные границы, если ты зависишь от людей, которые их нарушают? Легко защищать от тех, от кого ты независим. Но здесь, как быть, заранее спасибо. Собственно, я сейчас скажу не только для вас, аноним, но и вообще для всех людей, кто так или иначе услышит мой ответ, что вопрос «как быть?», он практически всегда задается из позиции жертвы. То есть из позиции человека, который не берет ответственность за свои решения, за свои действия. О чем идет речь? Вы говорите, что я зависима от работы. Да. Возможно. Но важно понимать. Важно понимать такой аспект, такой момент. Что, хоть вы и зависимы от кого-то, да? Но если вам, вот именно ваши, скажем так, принципы важны, то вы будете их защищать. То есть, что это значит? Что значит, я буду их защищать? Это значит, что я буду платить цену, необходимую для того, чтобы отстаивать свои приоритеты, чтобы отстаивать свою позицию. Вы же здесь как будто бы исходят из того, что вот у вас есть позиции, к ней должны прислушаться. Если к ней не прислушались, то все, вы как бы делаете шаг назад, вы отступаете. А важно идти в этом смысле до конца, если мы говорим о том, что вот это ваша позиция, это ваша точка зрения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, какая цена у того, например, что вы, вот, придерживаетесь принципа, принципа того, что вот в 36 лет жить с родителями там, это, ну, не так далее. Ненормально, по вашему мнению, например. Вот. И вы не идете на эту цену, вы не платите за нее, вы объясняете это зависимостью. Но человек всегда зависит. Когда он начинает, когда мы начинаем, например, защищать наши личные границы перед человеком, который нам не близок, мы тоже зависимы здесь. На нас могут обидеться, нас могут обвинить, нас могут, там, даже подвергнуть насилию какому-то, да, и так далее. То есть, это та цена, которую мы платим. Если вы цену платить не готовы, то, естественно, ну, как бы ваши личные границы таким образом защищаться и не будут. Потому что у людей нет опыта, опыта понимания, опыта чувствования того, что вы можете себя защитить. У людей нет этого опыта, и у вас этого опыта, как будто бы, тоже нет. То есть, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вы ждете, что люди вас поймут, вы ждете, что люди вас, ну, как-то, не знаю, поддержат, может быть. А зачем? Зачем? Зачем вас поддерживать? Людям не выгодно это делать. Людям не выгодно вас поддерживать. И, собственно, по этой причине происходит то, что происходит. Вот. Как мне видится и как мне это, значит, ну, представляется. Поэтому, если вы сами не готовы идти на, там, допустим, обеспечение, то есть, вот, не нравится вам, к примеру, то, как ведет себя начальник, да, вот, и вы, ну, как бы, ну, говорите ему об этом, ну, говорите ему прямо об этом, что мне не нравится, значит, для меня это неприемлемо и так далее. Вот. Если вы так не делаете, то есть, вы не говорите прямо, вот, ну, там, условно, что будет, если он к вам, ну, вот, ну, не прислушается, допустим, и не реализовываете, ну, как-то, вот, свой ответ на, ну, на нарушение личных границ, свою реакцию на нее, и не платите никакую цену за ЭПА, то это не защита личных границ. Это, по большому счету, просто деклара... декларация. По большому счету, это просто декларирование того, как, по вашему, по вашему мнению, вот это все должно быть. Вот. И все. Я не буду, я не буду скрывать, что это не всегда легко, я не буду скрывать того, что это не всегда просто, не буду, не буду это скрывать. То есть это не просто. Вот. Вас действительно могут уволить, вас действительно, ну, вы действительно можете остаться без работы, и это ваше, ваше, ну, это ваша жизнь, это ваш выбор. Но здесь на чащу весов встает именно либо внутренняя свобода, когда я делаю так, как мне вот кажется правильным, верным и, как бы, приемлемым для себя ценой какой-то. Да? Или я не делаю этого, и, собственно, остаюсь вот, ну, остаюсь зависимым. Вот. Всегда можно, всегда можно любое бездействие объяснить тем, что, ну, я зависима, там, вот, я зависима, и все, что я могу сделать. Вот. Всегда это можно так объяснить. Ну, так, кому, кому вы здесь делаете хуже, кому вы, условно говоря, оказываете эту услугу, вот. Ну, услугу оказываете, как раз, тем людям, которые, вот, с вами не считаются, вот. А не считаются с вами именно, именно, вот, потому, именно, вот, по той причине, да, что, зачем же там считаться, если до дел никогда, ну, никогда не доходит. То есть, всегда, вот, вы, там, ну, не знаю, условно говоря, там, обстанавливаете, да, всегда вы, там, условно говоря, ну, одергиваете себя, вот. Знаете, какая штука? То есть, то есть, это обусловлено вашей неготовностью платить за свою позицию, расплачиваться за нее. И, по большому счету, это тоже выбор. То есть, делая выбор, не расплачиваться за свои ценности, делая выбор, не расплачиваться за свою позицию, вы, собственно, делаете выбор в пользу того, чтобы быть не свободным. Вот, вот и все. Вот. Личные границы ваши никто уважать не будет, если вы не относитесь самостоятельно к ним, ну, достаточно, скажем так, бережно, да, и достаточно чутко. Вот. Никто не будет вашей личной границе уважать, вот, просто по факту, скажем так, их существованию. Вот и все. Поэтому здесь мы говорим о неуверенности, здесь мы говорим о страхе, здесь мы говорим о, как бы, ну, наверное, о боязни одиночества и недоверенности себе, то есть, неуверенности. Вот. Вот. То есть, представьте себе, что вы, вот, допустим, ну, в своей, например, позиции, да, вот вы в своей позиции, вы правы, да, то есть, вы правы в том, например, что человек не должен, там, в 36 лет жить со своими родителями, да, то есть, вы так считаете. Вот. Допустим, вы правы. То есть, вот, где-то, ну, чисто абстрактно, признается ваша абсолютная правота в этом, да, к примеру, к примеру. Ну, вот. И что дальше? Что будет, ну, вот, правота, правота признается, а позиции людей сохраняется, вот. Понимаете? То есть, вот, чисто, так скажем, чисто когнитивно, да, чисто когнитивно, можно сказать, что вам не хватает правоты. То есть, вам не хватает того, что вот вы правы. Вот, вот, то есть, как будто бы, вот, вы все время сомневаетесь в том, что, блин, а действительно, действительно ли я права? Вот. Ну, так, правда заключается в том, что вы всегда, всегда можете быть неправы, да. Вот. И если, если, как я уже сказал, вы не готовы платить, за свои личные границы, ну, за защиту своих личных, личных границ, если вы не готовы платить, то не побоюсь, не побоюсь этого слова, да, как бы, ну, на сколько, на сколько цены они тогда, ваши, ну, ваши границы, вот. Не обижайтесь, но это правда вот так, ну, это правда вот так работает, как мне, как мне кажется, и как не видится. То есть, личные границы ваши необходимо защищать. Вот. Если вы, если вы их не, если вы их не защищаете, ну, вот, свои границы, если вы, ну, ничего, ничего, ничего не делаете для того, чтобы их защитить, то их, их, и не будет никто ценить, никто не будет их уважать. И, соответственно, вы говорите, что вот у вас нет, 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 например, возможности, там, ну, снимать, снимать квартиру, да, и так далее. Ну, вот, значит, нужно искать эти возможности. Вот. Значит, нужно искать эти возможности, нужно брать и искать. Знаете, какая штука? Нужно, нужно брать и искать возможности. Снять квартиру. То есть, что-то делать для этого. А если вы ничего не делаете, ну, если вы ничего не делаете для этого, да, и просто говорите, ну, вот, у меня вот нет возможности, и всё, ну, допустим, вот, так, ну, в таком случае, как? То есть, ну, ждать, что, ждать, когда, я не знаю, не знаю, возможности появятся? Ну, можно ждать. сколько ждать? Вот. Вот вас не ценит начальник, да? Значит, опять же, сколько ждать? Когда, ну, когда или, не знаю, пока ваш начальник начнет вас ценить, ну, да, начнет вас ценить, сколько ждать, сколько времени ждать нужно будет. То есть это не просто, никто не говорит о том, что это просто, никто не говорит о том, что это легко, никто не говорит о том, что, ну, защищать личные границы, это прям вот что-то прям очень такое приятное. Всегда нет, 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 если есть что-то, что нужно защищать, то мы как-то вот, ну, за это платим, мы платим за это какую-то цену, вот, хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, но мы платим за какую-то цену, вот. Если вы не готовы платить, ну, платить цену, вот, то я бы сказал, что, ну, вы просто боитесь, вот. Это не хорошо и не плохо, это просто данность, просто вот такая данность. И вы можете, например, перестать бояться, ну, то есть, можно поработать, вот, со страхами вашими, чтобы вы, ну, ну, чтобы вы перестали бояться. Например, а можете вы остаться просто, вот, ну, в той же, в той же позиции, в какой вы находитесь, ну, находитесь, сейчас, вот и все, в принципе. Вот, мне, мне, мне кажется, мне, мне кажется, так, вот, мне кажется, такая история здесь, вот. Поэтому решайте, выбирайте, вот, ну, именно что. Решайте и выбирайте, что для вас, ну, что для вас ценнее, что для вас важнее, вот. И, хотя из этого уже, как-то, ну, действуйте, вот. А если нужна помощь будет, то мы, мы, психологи, вам поможем, вот. Я не вижу никаких проблем с том, чтобы помочь вам, вот, ну, со страхом, да, поработать, поработать, например. Вот. Только нужно ваше желание иметь в виду, что, когда вы, ну, условно говоря, защищаете, там, ну, что-то дорогое для себя, для себя, да, ну, к примеру, вот. Нужно иметь в виду, что всегда вы, в этом смысле, ну, будете что-то терять. Вот. И это очень важный, это очень важный аспект, вот. Готовы ли вы, вот, к, ну, условно говоря, потерям? Или нет, или нет. Вот. Вам не обязательно терять. То есть, никто не говорит, что вы сейчас должны, там, от всего отказаться, да, что у вас есть, там, и так далее. Нет, никто об этом не говорит. Просто фокус, фокус в том, что личные границы, они вот защищаются так, они защищаются вот таким образом, таким образом. Вот. Понимаете, какая штука? Естественно, вас, ну, никто, никто, ну, никто ни к чему вас не призывает, это было бы, это было бы странно. Вот. Поэтому думайте, подумайте, подумайте сами, вот, посмотрите по, взвесьте все за и впрочем. И уже, исходя из этого, значит, исходя из этого, уже решите, вот, ну, вот, в какую сторону и как вы хотите двигаться. Двигаться. Вот. А, значит, психологи, да, вам помогут как раз. Вот. И, ну, если, ну, если какие-то, ну, если, 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 трудности какие-то у вас, ну, наблю, наблю, будут наблюдаться, да, нарисовываться и так далее, то вот психологи вам помогут как раз. Для этого мы, собственно, и есть. Вот. Как-то так, я думал. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи и буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Потому что это позволит вам начать над собой работу, да, это позволит вам выработать некие базовые посылаты для психотерапии, да, то есть вот над чем бы вы могли поработать с психологом. Вот. История здесь такая, по крайней мере. Вот. Удачи, удачи вам. Обращайтесь. Намажайтесь. В emphas ряда. Удачи. Месоп. Месоп.